Всем привет, это подкаст UwebDesign, сегодня понедельник, 29 декабря, подкаст уходящего года, подводим его итоги. Привет всем. Да, то есть мы прям по нескольким параметрам будем их подводить в нескольких областях. Начнем просто с программирования, с языками. С нашего любимого. Да, с нашего. Причем здесь не только даже про веб-программирование, а вообще в принципе о том, что используют в 2015, будут, скорее всего, по трендам. Ну, тут как минимум, что использовали в 2014, и как следствие, что нужно бы подучить в 2015. Что подтолкнуло, да. Блин, одна реклама. Ну ладно. В общем, именно языки. Нам говорят, естественно, что Node.js будет рулить. Объясни вообще, что это. Это на вот этом блоге Мартин Ангелов какой-то провел опрос, какие бы вы хотели, какие языки вы собираетесь учить в 2015 году. 47 человек поучаствовало в этом вопросе. Почему 47 с учетом 17 тысяч подписчиков на Фейсбуке, непонятно. Я понимаю, что, может быть, это админы. Я вот сейчас так подумал. Может быть, это 17 людей, у которых есть какой-то вес какой-то... Какой экспертов ты имеешь в виду? Ну, допустим. Ладно. Ну и вот из этих 47, я так понимаю, все-таки... Мы прочитали, в принципе, всю статью и согласны, в принципе, с трендами. Но вот, что нам показывает статистика. Значит, на первом месте Node.js. Потом PHP, потом JavaScript, потом Swift и HTML5. Да? Ну, дальше понятно. Просто суть какая? Во-первых, почему Node.js на первом будет? Потому что... Да его и так уже учат много. Вот конкретно посетители этого сайта... Ну, может быть, это в какой-то степени можно как срез всего общества взять. Но это, я думаю, все-таки про веб-программирование. Да, я думаю, да. Потому что, ну, вот тут нету каких-то таких... Ну, хотя Swift, это десктоп на довольно-таки технологии. Веб-сервисы на меня не пишут, пишут приложки. Да, вообще, первые два языка — это серверные. То есть, будем говорить... То есть, это самое интересное, что будет. Хотя, вот, научить PHP в 15-м году, кто его еще не начал-то учить? То есть, тут какие-то люди тоже... Ну, видимо, это вообще всегда будет учиться, короче, когда... Всегда будут люди, которые хотят учить PHP. Да, да, да. То есть, я не понимаю тогда, почему здесь в Делфе, но ладно. А может быть, кстати, сейчас... Ну, хотя я не знаю, как вот в программе университета, может быть, там уже отменяют Pascal. C++ там учат. Pascal — это базовая алгоритмика в школах сейчас на Pascal. Так и в университете начнется, там продолжается чуть-чуть. Мне кажется, уже убрали из программы. Да? Ну, несмотря какие университеты, конечно. Мои университеты. Ну вот. А тут на второй, кстати... Один Checker Lang будет учить. Один Checker Lang, SAS, между прочим, кстати, здесь включено. Ну, там вот были смешные HTML, CSS, HTML5 и CSS. Понятно, что их и так будут, как PHP учить, понятно. Ну, да, это достаточно вынужденно. Причем тогда непонятно, почему так мало. Ну, хотя что там учить? Бери и делай. Ну, ладно. Давай дальше. Паю к следующему. Нет, там вывод-то по тому кусочку, что JavaScript, если вот JavaScript на третьем, если вы уже знаете JavaScript, то Node.js для вас подтянуть это будет проще, чем весь, допустим, PHP или Swift выучить. Ну, PHP и JavaScript похожи, из-за того, что они на Secrets Plus как бы все похожи. Да, да. Ну, да. Ну, в общем, JavaScript и Node.js, естественно, за ручку идут. Вот. Фреймворки. AngularJS, гугловский. Тоже ведут за ручку Node.js, да? Ведет JavaScript. Ну, JavaScript-то ведет. Да, да. Ruby on Rails. Ruby on Rails, кстати, не очень понятно, почему. Почему все еще выходят учить? И его так, да, да. Причем больше, чем Laravel, блин. Хотя там у нас PHP рулил. Но они без Laravel его хотят учить, видимо. Хорошо. Правда, ну, как бы... Джанго. Bootstrap, понятно. Это смешно. HTML, CSS, да. Да, HTML. Ну, в общем, фреймворки. В общем, что-то хотят учить, что-то учат. Кто-то jQuery все еще хочет учить. Ну, пусть. Ну, да, да. Хотя, да. И мы из этого всего делаем вывод. Вот он пишет, что, типа, что будет очень сильно изучаться в 2015, потому что JavaScript, он всегда будет изучаться, потому что куча всего. Как AngularJS, да. Что Node.js, все это JavaScript, и он будет учиться, и будет популярен. React. Про React, кстати говоря. React же... Это тоже JS? Да. Да. И самое-то главное, что? Самое-то главное, что там вот это вот... Я прочитал просто коротенькое, я не знаю, ты как, в курсе, не в курсе, что там, типа, активно все реагирует. Реагирует. Типа ты, вот, допустим, А, допустим, ты переменной А присваиваешь там Б, грубо говоря, и если ты поменял Б, то и А изменится, типа такого. Ну, можно и в обычном тоже. Ну, хотя, естественно, это же на обычной JavaScript, там тоже это можно сделать. Ну, ладно, да, это прикольно. Суть в том, что еще и виртуальный дом тут пишет, перформанс увеличивается из виртуального дома, он что-то создалось, отработало, удалилось, то есть это такие штуки... А, ну ты имеешь в виду понятно, я понял. Уже чисто, да, с точки зрения фронт-рендерства. Ну, короче говоря, учат что-то как-то это, нам пару раз такие новости предлагали, но не то чтобы уж очень мейнстрим, хотя раз Facebook поддерживает, наверное, как-то более-менее. Ну, почему Node.js на четвертом месте? Ну, видимо, потому что он до этого уже популярность пиковая прям была. Ну, сейчас это уже вот на какой-то ангуляр фронт-энд Node.js все равно бэк-энд сервисы традиционно пишет, поэтому он сложнее. Тут про базы на пятом месте причем. Монго дебил. Наши любимые новые сквейт базы, да. Да, хотя вот это на самом деле не очень вяжется с тем, что PHP будет рулить, ну, там написано. Для PHP есть драйвер, для Mongo дебилей. Ну, понятно, но просто ребята, которые будут сильно изучать PHP, скорее всего, вряд ли сразу на Mongo пойдут. Я бы даже сказал, вряд ли вообще. Вообще пойдут, скорее всего. Ну, максимум, что они сделают, это с MySQL на MariumDB перейдут, просто потому что она тот же синтекс поддерживает, но быстрее. Я вот на ВПСке MariumDB поднимал последний раз, она крутая. Надо сказать вообще, что такое MongoDB для тех, кто не знает. Ну, кто не знает, мы не успеем сейчас сказать. Что такое? Это документы ориентированные на OSQL базы данных. То есть там все хранится в JSON документах, ну, и это прям верхушка айсберга. Таких куча. И там фишки MongoDB, это там Aggregation Framework, там MapReduce особый. Это тут... В общем, кто хочет узнать, лучше загуглите и почитайте. И вообще, прям попробуйте. Сильно, да. Попробуйте какой-нибудь микросервис на MongoDB. Мы, кстати, проходили курсы. Я, кстати, диплом на него защищал. Ну ладно, да. Дальше. Что у нас там? А, ну лес, SAS, стилус, понятно. Все еще препроцессоры кто-то не доучил, видимо. Нет, это просто будет мейнстрим. Ну, смотрите тогда наши ролики на канале про SAS и будьте в теме. Да. Exciting new framework. Ну, Meteor, понятно, опять же. Мнение понятно. Я не знаю, что это. Что-то да. Ну, здорово. Это то же самое, что вот этот. Это то же самое, что new languages. То есть, ну, просто будь свежачок, рулить. Ну, Rust, я слышал, его прям хвалят сильно. Ну да, да. Go тоже. Ну ладно, пусть. Пусть учат. Classic full stack framework. Classic. Ну да, да, да. Ну, и так понятно, что есть какие-то большие проекты, которые уже написаны на Django или на рельсах, или там на Laravel, да или даже на ASP.NET, то есть на нем это еще больше, в которых всегда будут требоваться программисты для поддержки, для развития или для чего-то еще. То есть это, ну... Да даже у нас в паблике, вот когда ты книгу клал, и то чуваки вызвались и увидели знакомое слово Django и написали комментарии. И, наверное, никто все равно книгу не скачал. Общайте в комментариях, кто-нибудь вообще читает книги, которые мы выкладываем в паблике, потому что кроме нас, естественно. Я думаю, знаешь, я думаю, суть в том, что, короче, чуваки, которые Django, они уже давно это или прочитали, или знают про эту книгу. Ну, там Lightweight Django, и она вы... Django. Она вышла, да? Прям вот на той неделе, две недели назад. То есть, ну, не успели еще. Ну, возможно, да. Ну, и Old Guard, то есть классические языки. Java, .NET, Python, Ruby, основы, если вы их не знаете, то вот это вот вам тоже будет непонятно. То есть вам никуда будет. Ну и наше. Да, don't forget this. jQuery и WordPress. jQuery и WordPress, это прям рядом. jQuery-то это не то, чтобы уж очень наше, но мы все равно много используем. Просто потому, что много уже готового кода на нем. Потому что WordPress еще с ним. Да, в WordPress-то и Backbone и Angular можно достать из ресурсов. Ну да. Неважно. Но... Да. Традиционно большинство кода, которые приходится дорабатывать, править или что-то еще, очень много используют jQuery. Хотя сейчас все отходят, все любят вот это dependency-free JavaScript-библиотечки там из 80-ти строк, которые нихрена толком и не делают. Ну да. В общем, никаких откровений. JavaScript будет рулить. Да. Учите JavaScript, кто еще не учил, мы тоже регулярно по нему книги выкладываем. Последняя была серия You Don't Know JS. Да там столько уже всего, что это просто. Да. ECMAScript 6 же выходит. Я так понимаю, она уже будет прям в 2015-м в продакшене. Угу. И там тоже статическую типизацию как-то даже умудрились добавить. Но будем посмотреть. В общем, следите за новостями. Тут у нас еще есть некая статистика от Fluxbytes.com. Угу. Ну, в общем, здесь по Stack Overflow посмотрели. За 2014 год по каким темам создают вопросы. Почти четверть JavaScript. Угу. Ну, тут как бы. Ну да. И, кстати, это косвенно говорит не только о популярности, но и об уровне подготовки людей. То есть JavaScript на самом деле по количеству говнокодеров перегоняет PHP уже. Ну да, потому что вопросов больше, соответственно. Да. Мусора больше. Я так понимаю, что это даже может быть и плохо. То есть JavaScript рискует снискать популярность PHP и его же репутацию как языка для написания говнопроектов. Ну да, но... Ну да. То есть просто в силу того, что количество, общее количество кода на JavaScript растет, количество говеного кода еще больше растет. Ну да, соответственно. Ну то есть оно пропорционально растет. Поэтому, ну, его ждет, да. Нужно будет прям копаться в известной субстанции, чтобы что-то хорошее найти, хотя уже приходится. Не так, как в C++ или в Objective-C, да? Да, но там ты, возможно... Там-то ты даже, да, если что-то откопаешь, ты все равно куда, как, что... Да, да, да. Это сложно. Особенно, если с тимплейтами работаешь в C++, как мы уже знаем, да. Тио Байсофт какие-то графики нам предлагает. Индекс по децембр 2014. Какие языки у нас развиваются? То есть, прям вот по поисковым запросам. Да. В смысле развиваются? Ну, тут этот рост популярности. А, именно рост популярности. То, что их апдейтят. Нет, да. Здесь просто по количеству строк кода написано, если здесь посмотреть, как этот индекс рассчитывается. Ну и вот C? Ну, C, он, понимаешь, настолько незыблемый. Если я сейчас его на графике включу, вот он. То есть, на нем просто, ну, настолько много кода написано на C по жизни в мире. Большинство каких-то крупных приложений, даже несколько языков программирования написано на C, поэтому он еще очень тысячу миллионов лет никуда не уйдет и будет примерно одинаково жить и развиваться. Java то же самое. Много всяких больших веб-сервисов написано на Java, но падает. Не знаю, в силу чего. В силу, может быть, того, что .NET растет, кстати. Да. Вот здесь снизу посмотрим. Чуть-чуть начал там что-то. Да, да. На C-Sharp тоже пишут подобные вещи, как на Java, и, видимо, они в какой-то момент встретятся, году, я не знаю, в 2020-м. Если с .NET все будет хорошо, то то, что его open-source или какие-то куски, может быть, это плохой знак. Но мы это уже в каком-то подкасте обсуждаем. Да, кстати. Да. То есть, ну, Objective-C, C++, C-Sharp, то есть тут тоже, ну, ну, C-Sharp это как раз к .NET, уговорится, и, да, C++ тоже очень много фундаментальных вещей на нем написано, например, PHP. Поэтому, ну, ну, и веб-фреймворки на C++, они традиционно очень быстрые, но там, да. С этим сложно работать, не так, как с JavaScript, поэтому он прям растет с 10-го места уже на 7-м. Ну, если здесь я сейчас PHP отключу и Python, то вот такой вот график был. То есть, на самом деле, JavaScript сейчас тоже не очень в рассвете, но я думаю, что с ним будет хорошо. Да, конечно. Тем более, что мы уже обсудили. Ну, PHP падает. И Python, кстати, падает. Да, Python тоже падает. Ruby, кстати, здесь даже и нет. То есть, вон он на... сейчас на 18-м, если был на 13-м, ну, не нужен никому старичок уже, все. Зато Pascal растет. С 18-го на 15-го. Вот, а ты, конечно, не использует. Ну, это, может быть, в Нигерии провели интернет, наконец-то, начали учить программирование, тоже не в таких языках, как из понтовых. Ну, пусть будет. В общем, вот такие вот статистики по языкам. Да, пишите в комментариях, что думаете. Переходим к WordPress. То есть, у нас на канале классически лоббируемая тема – это WordPress. Угу. И если говорить об итогах года, то вышло три мажорных релиза – 3.9.4.0.4.1. И быстренько пробежимся по ключевым вещам. То есть, работа с медиа-библиотекой улучшается. Улучшается работа с медиа-объектами. То есть, здесь в 3.9 можно плейлисты стало делать. И интерфейс тем плагинов тоже. Его вот так вот переделали в такую ленту. Ну да. В блоке, то есть, в грид какой-то Masonry стиль практически. Вот работа с изображениями, как с плейлистами прямо внутри. То есть, здесь можно их пропить, эдитить. И кастомайзер развивают. То есть, ну, теперь в него можно виджеты прямо в реальном времени добавлять, смотреть, как они будут. Я прямо сильно этого ждал. В этом году это было достаточно важным открытием. Хотя иногда по привычке все равно захожу в админочку виджеты, там ставлю и в отдельной вкладке перезагружаю, смотрю, как получилось. Хотя вот уже год, как это есть. То есть, в апреле вышел, 3.9. То, что пост-эдитор меняют, ну, прикольно. ОМБ, да, это обновляют просто. То есть, в 4.0 продолжают работать с медиа. И вот этот вот грид, его везде просто применяют по очереди. Я так понимаю, они сразу запланировали. Введем его и по очереди будем. Сначала в темах, потом в медиа и потом в плагинах ведем. То есть, здесь, если мы посмотрим, ттт, вот в плагинах тоже его ввели. Ну, верстают, что потихонечку. То есть, так, под пиво, видимо. Нет, когда вот 3.9 на 4 перескочило, помнишь, вообще немножко дизайн сменили у WordPress всего? Он какой-то более флэт такой стал. Более флэт он стал в 3.5 или в 3.6. Реально, да. То есть, это не в этот раз. Вот, видишь, скрины 3.9. Они уже, блин, здесь обрезали. Ну, короче, нет, он уже был плоский. Это значительно раньше произошло. Но тут, как бы, много всяких подковерных вещей, которые изменили, добавили, сделали. Но вот мы говорим о каких-то таких традиционных. Поддержку языков улучшают. То есть, можно прям проще менять язык. Хотя это тоже в 4.1 потом добавили. Прямо из-за длинки сменить язык. То есть, ну, о фичах для разработчиков не говорим. То есть, там, естественно, все меняется. По мере того, как развивают кастомайзер, еще здесь вот в 3.9 там добавили виджеты, здесь улучшают кастомайзер API, чтобы другие люди, плагины могли тоже туда встраиваться. Но он был изначально, но там просто кудряво это все можно было делать. Панелс API, это круто. Мы позже о нем, хотя мы в паблике говорили или здесь в посте про 4.1, не помню. Рекомендации плагинов. Опять же, вот этот мейсонер из системы увеличивает. Выборку чуть другую добавили. Тоже, оп, как фичу выкатили. Так, не напрягаясь. Distraction-free режим. Ну, прикольно, здорово. И опять, внутрь, в inline редактирование. То есть, сначала сделали плейлисты, потом кропить разрешили. Теперь прям здесь, в предпросмотре, можно менять влево-вправо туда-сюда и менять язык из админки. Что касается фич для разработчиков, то вот про 4.1 мы уже писали развернутый пост на uwebdesign.ru и здесь прям вот есть сниппеты того, какие фичи теперь нужно чуть по-другому делать, чтобы следовать гайдлайнам WordPress. Ну, немного в эту сторону тоже работают. То есть, не только пыль в глаза пускают всякую хрень из кастомайзера, но и вот, да. То есть, меняют кодекс, добавляют? Ну, да, да. Технически база, код базы чуть-чуть обновляют. Это прекрасно, потому что некоторые из них, она все еще такая старая, используют какие-нибудь там. Из-за некоторых вещей нельзя отказаться от PHP 5.2. То есть, надо все еще его поддерживать. Ну, это так, детали. Что касается планов на будущее, если будем смотреть в завтрашний день, то WordPress 4.2 допиливает кастомайзер, короче говоря. То есть, вот теперь кастомайзер меню, как виджетов, тоже можно будет прямо отсюда сделать. Перетаскивать, и прямо здесь будет автоматически меняться меню. Ну, круто. Да, я жду вау-эффекта вот этого. И здесь же будет в кастомайзере импорт-экспорт. То есть, вот эти инструменты, что импортировать, экспортировать контент, ну, то есть, реально. Помнишь? То есть, ты закидываешь что? Ну, я всегда, когда новую темку делаю, да. Мы же XML-ечку, я закидываю юнит, theme unit test, чтобы посмотреть, какие посты, как выглядит. Теперь это можно из кастомайзера прямо делать. И что, у тебя прямо на глазах сменится? На глазах, скорее всего. Ну, посмотрим. То есть, это пока еще вот этот пост 22 декабря. Сара писала. Слежак. Да, то есть, ну, посмотрим, как реализуют. То же самое, практически даже плагин можно будет отсюда. Кастомайзер экспортировали, активировали сразу. То есть, все будет в этом кастомайзере делаться. Может быть, они насмотрели, что дизайн-мода сделали в своей WordPress-теме для Startup Breakwork. Там же у них тоже уже почти все мышкой делается. То есть, там все всплывает, уже пользователь, он даже в админку не заходит. У него все вот в таком кастомайзере все сделано. Ну, вот, видимо, они поняли, что в этом есть какой-то путь для развития. Поэтому, да. Если говорить о темках, то есть, мы утром сегодня выложили там пост типа 15 лучших тем за 2014 год. Она не столько лучших, сколько просто там... Громких. Да, 15 громких тем. И там вот не было очень свежей темки. То есть, вот 9 декабря еще сделал Брэд Вильямс темку Material Design WordPress. Мы еще в октябре выкладывали Material Design for Bootstrap. То есть, здесь какие-то элементы. Сейчас мы перейдем. Ну, короче говоря, понятно. Кнопочки там, все вот это вот, типа в стиле гугловского Material Design. И на их основе он сделал WordPress темку. То есть, давайте демо посмотрим. Ну, вот тут вот эти пенелы висящие, причем некоторые чуть больше. Непонятно, почему вот материя постов висит больше, чем виджетов. Ну, это нас все наталкивает же на новую тему, которая будет в 2015 году. Которая в 2014 прозвучала сильно именно Google Material Design. И пошла в 2015, сильно. Ну да, вот я сейчас, мы до нее дошли уже, я тебе покажу, что вот, точнее, ну, мы вместе. А, понимаешь, мы с тобой только это сейчас знаем. В мире. Обратите внимание, вот на круглые кнопки, поймете потом, что они неправильно сходят вам. Да, причем мы бы это тоже не знали буквально недавно, но сейчас мы прониклись этим сильно и теперь многое поняли. Говорить. Говорю. А мы поняли, что Google создали свой дизайн и свой гайдлайн, так скажем, которому надо соответствовать, если ты хочешь сделать приложение на Android или просто какое-то, какие-нибудь приложение в Google Play, я так понимаю, тоже должен. Или просто, если тебе нравится. Или просто, если тебе нравится. И они его не то чтобы придумали, как бы, ну, просто как фэнтези, а там есть некая подоплека. Да, то есть там... Суть в том, что все это, все, что есть у нас на экране, это все материя. И эта материя, она должна иметь свои тени, отбрасывать, должно быть освещение какое-то, которое падает на эти тени. Фу, на эту материю, вот. То есть, это все, в общем, это все должно разделяться, выделяться. Именно поставил гайду, которую они написали. Ну, вот тут у них, да, есть вещь, что они придумали для себя ось Z, и типа к нам некоторые вещи, ну, не некоторые, а большинство, материя на материю, когда наслаивается, из нескольких лоскутков, будем говорить, сделано, то оно выше к нам, из-за этого появляется тень. То, как мы располагаем тень, мы один раз на страницу определяем, что у нас до двух источников света, или сбоку, или сверху, или как-то еще, и от этого зависит наша тень, и то, как она увеличивается при наведении там и прочих взаимодействиях. То есть, у них тут прям очень массивный гайд о том, как это нужно делать. Да, да, да. И самое главное, что, когда ты его прочитываешь, ты понимаешь, что у них все действительно из кусочков состоит, вот это верхнее меню, которое сейчас вот выделилось. Оно даже как-то и завораживает, в принципе, чуть-чуть. То есть, вот, материя отбрасывает тень, мы ее поднимаем, тень становится больше. Чем она выше, тем больше тень, да. Все интеракшены, они должны быть на поднимание. Вот так неправильно, просто увеличивать тень, когда остается кусочек висеть, это не так. Ну, то есть, тут контент, он иногда, если он прямо вшит в эту материю, он не увеличивает ее высоту, то есть, он просто на ней нашит, и все. А если какой-то уже другой лоскуток накладывать, то он уже будет поверх. То есть, также этот контент к материи, он имеет вот это отношение, и да, он и может свойства материи тоже принимать, то есть, там, скейлиться туда-сюда, там, внутри нее. Ну, в общем, это важно просто представить. То есть, ну, об этом сейчас бессмысленно целый подкаст говорить. В общем, материальный дизайн, это не только визуально какой-то новый концепт 2014 года, но еще и вообще, так скажем, принцип, по которому вообще интерфейсы перепродумываются. Ну, то есть, вот, сам факт наличия вот этой оси Z, он как-то наталкивает на то, что вообще взаимодействие пользователя с интерфейсом может выйти на реально другой уровень. То есть, да, что мы как будто ощущаем интерфейс именно. Да, насколько уж я не люблю Google, но вот именно, будем говорить, вот именно вот этот элемент материального дизайна, ну, собственно, его основа, она прикольная. Сами цвета какие-то вот, ну, дизайнерские решения, они спорные, а сама концепция, она прекрасная. Ну, да. Ну, такая же есть концепция, хотя давай потом, да, что, в принципе, есть у других компаний. Это, что стайл гайды, это, ну, не новое, давай скажем, что Google сама не всегда соблюдает, 22 декабря облетела весь интернет штука, что вот это вот загнутый уголочек, да, и один из принципов материи, сейчас я здесь ее найду. А не здесь, ты открой. А тут-то тоже есть, что материал, материя, так, где-где-где-где? Never bends or folds. Материю нельзя перегибать и загибать. Но они окей. Ты зайди сейчас в менюшку, зайди там style, зайди там icons, и там будет как делать эти углы, которые вот делаются, и сейчас ты доскроллишь до них, да, тут очень много всего, вот, нет, чуть выше, допустил, по-моему, да, вот. То есть нельзя делать угол слева, допустим, и смотрим Google пресса, да, тут еще написано, что это для стандартной метафоры, что с бумагой связанная, надо делать уголок справа, Google пресса сделан уголок слева. Ну, видимо, то есть мы понимаем, что не все еще соблюдают, даже сами Google не везде соблюдают свой материальный дизайн. Ну, хотя вот это, по-моему, одна из важных вещей, все-таки как-то самим в себя верить. Да, да, да. Ну, ладно, косяки, они везде бывают, то есть, ну, мало ли кто облажался, но вот эта вещь, что материю сгибать нельзя, но иконки сгибать можно. Ну, типа, они какие-то другие. То есть, типа, это не, ну, грубо говоря, иконка, это просто рисунок. На рисунке же что угодно может быть, хоть что согнутое, не согнутое, и вот этот рисунок, он лежит уже на материи, а сам контейнер с этой иконки сгибать уже нельзя. Понятно. В общем, есть некоторые условности, которые забавляют, но на самом деле, да. Ну, вот у Apple. Ну, у них тоже есть свой style guide, то есть здесь по адресу developer.apple.com.library.make.documentation.user.experience. Они тоже пишут, как для Yosemite, то есть Yosemite же еще вышла в этом году, кстати. Кстати, очень такое значимое. И она тоже очень сильно уплощилась, в плоскость ушла, но тут-то нет таких теней сильных, но они как бы есть. Тут прозрачности есть, кстати. Тут в основном транспарентность, вот это да, прозрачность, которая с блюром немного в смеси, то есть, ну, о ней в основном говорят, но и здесь сказано тоже, как это все делается, какие иконки использовать, брендинг, как загибать, тут где-то это было все про, так, дизайн стратеги, меню с виндовс. Ну, это идет вразрез, на самом деле, с Google Material Design, там же ничего не просвечивает и не плюрится. Ну, да, материя, она типа сплошная, тут что-то же картинки отвалились. У тебя интернет-то работает? Интернет, видимо, не работает. Раз-раз, мы назад, мы back. Iconcent Graphics. Короче говоря, у Apple тоже есть свой стайл-гайд, он не такой концептуальный, они просто хотят, чтобы все было примерно одинаково и соответствовало их новому дизайну, который, ну, он, видимо, весь у Айва в голове и выложить из головы на HTML-страницы как-то пока не получается. Ну, нет, на самом деле здесь тоже очень много всего, то есть, ну, какие-то контролы. Да там даже наклоны, как, чё? Я просто это найти теперь не могу. Да? То есть, это было, но я настолько здесь хреново ориентируюсь, ну, какие вот меню controls, как там все это перекрывать. Don't create a custom version of action image. Понятное дело, используете стандартные API, стандартные дайлоги, мупапы, и всё будет, в принципе, хорошо. Я думаю, перейдём к последней нашей теме. То есть, мы классически рассматриваем уже какой-нибудь сайт в подкастике, и сегодняшний сайт — это лендинг Tumblr по поводу того, что в 2014 год такой он был на Tumblr. Это у них классическая такая вещь, они каждый год это делают. Но я как минимум 2-3 точнее, потому что с 2012 года я это помню, я прям это смотрел. Давайте посмотрим, что вот здесь вот этот loader, если мы его сейчас успеем inspectнуть. Ну, я в любом случае, я знаю, что это вот этот illustrated loader.png. И если вы посмотрите, то здесь это png-файл 9000 пикселей в ширину, 100 в высоту. То есть, грубо говоря, это спрайт большой, png, и он анимируется просто по шагам. Точно так же вот с этой вот, с логотипом, то есть это, если мы по фильтрам посмотрим, это png-файл, и у него webkit-animation play 26 steps. Ну, ты спросишь, почему не сделать гифку? Да. Ну, собственно, мы и думали, да, поэтому, почему не сделать. Ну, наверное, потому что нужна прозрачность и нужно нормальное сглаживание. То есть, вот это вот гифка. В принципе... Да, у неё тоже всё нормально, всё хорошо, просто она в очень большом разрешении, я так понимаю. Да, она на 500 на 500, насколько я помню. Так, фильтры... Ну, то есть, мы вот сейчас на ретине пишем, и на ретине всё красиво и прекрасно. Ну, вот, да, 500 на 500. Ну, оно же не только для ретинга, 500 на 500, а ещё для того, что когда ты с телефона зашёл, оно движкуло. Ну, да, да. То есть, вот в этом в основном дело, но и да. Тамблер, в принципе, всегда про гифки, поэтому то, что здесь гифки, это не удивляет. Но то, что здесь нету SVG-лоaders каких-то модных, это как-то настораживает. Может быть, даже и можно было сэкономить как-то трафик, потому что каждая вот эта гифка, ну, или png-sprite, они по 250-200 килобайт занимают. Так, а кроме этого, сколько страниц это весит, ты вот, когда её скроллить начинаешь? Да, вот если сейчас мы её всю проскроллим, типа, подгрузим и посмотрим в инструментах, то сколько там около 20 мегабайт. А, надо её перезагрузить, да, перезагрузим, она здесь будет показана. Что-то порядка 20 мегабайт точно есть. 6, 7. Сейчас загружаем, загружаем. 9. Может быть, мы преувеличивали, конечно. А, ну нет, 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 14, 16. Ну, там вот эти картиночки, которые типа посты. 19,2, 19,3. Вот. 21,5. Ну, в общем, да. То, что у них там гифки, их теперь мало волнует, потому что Ice Bucket Challenge. В принципе, ну, тут даже и по верстке смотреть особо нечего, но вот мы на Никитином ноутбуке смотрели, тормозило намного сильнее, потому что вот большой... Да просто ты себе представь, вот у тебя, вот как у меня, допустим, на Билайне, я пакет за 200 мегабит себе добавил, мегабайт, и сразу зашёл на сайт, и одну десятую съела. Ну, видишь, она не сразу, я же скроллил. Согласен. По дефолту подгрузилось около 6. Ну, да. Опять же, если ты захочешь на Tumblr, ты должен ожидать телепсии, гифок и больших весов страниц, поэтому, ну... Я думаю, в приложении Tumblr он по одной бы тебе показывал. Аккуратно. Всё есть приложение? Ну, да. Да, а ты, ну, давай Бэттап посмотрим. То есть здесь классический... Вот я не знаю, что это. Видимо, какое-то мыло специальное, его кидаешь, оно развод оставляет, или бензин просто льют. Это лучшие ванны 2014-а? Лучшие ванны 2014-а. Это Magical Bath Courtsy of Lush Shoot for the Stars Beth Bump. Здесь все про Beth Bump какие-то говорят, о том, что они кидают вот это. Бомбочки. Да. И у них хоп, и вот такое всё там просто. Блин. На самом деле, всякие Tumblr-ные тренды, это для меня всегда загадка была. Кстати, да, это может быть какой-то, может быть, это даже каждый как тренд можно расценивать. Каждая вот эта категория, если бы мы зашли там в Food, ещё куда-то, ещё куда-то, это было бы вот всё вот эти тренды, которые придумывают на Tumblr. Ну, слушай, можно потратить полжизни на то, чтобы посмотреть на это, но... И потом они появятся новые уже. Да, да, в этот момент новые появятся, но тут дальше прикольненько хотя бы будет. То есть, во-первых, часы золотые в воду прям положить, это тоже, видимо, тамблерный тренд. Да, это свэк. И цветочки. Причём здесь RelaxWithMe, TomCardine, Instagram. Я всегда тогда, всегда боюсь, что это, возможно, гомосексуальные какие-то вещи. А вот это ты не боишься, что гомосексуальные вещи? Не, ну... Не, ну... Котики и тамблер, это, мне кажется... А вот это? Тоже котики? Это тоже хорошо, в принципе. Поэтому, ну вот, да, розовый винил, какие-то вот... Вот, вот это лучшее, да, пародии на знаменитости в ваннах. Хотя, опять же, я вот... Вот чё такое? Почему у всех-то сразу это получилось так в этом году? Да откуда я знаю? Реально. Ну, в общем, да. Как он, котик смотрит на тёлочку. Во, вот это смешно. Как они заставили его так сфотографироваться, я не знаю, но, видимо, если кота приучать с детства мыться, то, да, вот так будет потом. Кстати, тамблер не материл. Ну, мы видим, что нет вообще ничего. Ну, но флэт они, как это сказать, унаследовали. Ну, сделали, да. Ну, да, внедрили. Так, ну, до самого конца хочется доскроить вот это. Man and Dead Dogs канал. В общем, да, не пропустите, посмотрите что-нибудь по-прикольному. Да, лендинг такой обычный, но нагруженный. Я бы такое не делал, но, я так понимаю, ну, да, да, ты должен понимать, что тебя ждёт, потому что вот. И там вон гифсы, гифсы, гифсы. В общем, вот, да, it's been a great year. Я думаю, нам стоит поздравить наших подписчиков с наступающим Новым Годом. В этом году больше уже не будет видео. Да, не будет ничего, не обзора. Уже обзор был? Ну, обзор можно было бы писать в 1-2 января. Можно. Но, наверное, не будет. В этот раз. Но скоро что-то будет. Я думаю, перерыв не сильно большой будет. Да нет, конечно. В паблике только прикольчики там 3 дня побудут, а потом-то с 3-го числа как раз уже вжарим по... По материалу. По материалу, да, по всяким свежим вещам. Поэтому не забывайте подписываться на нас в Инстаграме, в Твиттере, в Фейсбуке, на ВКонтакте. Слушать, смотреть в iTunes, если вам там удобнее. И все? Все перечислил? Да-да. И пишите в комментарии обязательно. Всех еще раз с Новым Годом. Пока. Пока.